Всем здарова! Пока я нахожусь в тяжелых думах, раздумьях, размышлениях после прочтения одной книги, часовой ролика которой я запилю через некоторое время, сегодня у нас пока будет небольшой видос про большое ограбление караванов, вернее про то, как не надо грабить караваны и что из этого получается. Как уже говорилось в прошлых роликах, одной из задач кавалерии является преследование противника, ну кто как не кавалеристы должны этим заниматься, но в силу возросшей огневой мощи стрелкового оружия и артиллерии заодно, с этим возникли определенные проблемы, так как даже не самая большая отступающая пехотная часть была в состоянии отбиться от наседающих всадников, ну порой достаточно было всего одного пулемета, но преследование все-таки бывает не только буквальным прямым, существует еще преследование параллельное, по параллельным дорогам, ну без прямого вступления в бой и с выжиданием подходящего момента, когда противник не ждет атаки. Кроме того, несмотря на эти проблемы, кое-что все-таки облегчало кавалерии проведение преследования, если удастся прорваться во вражеский тыл, то атаковать можно не только вражеские войска, но и тыловые формирования и обозы, а это для кавалерии наилучший вариант. В обозе далеко не все вооружены винтовками, а те у кого есть оружие, они все-таки либо менее подготовлены, либо менее организованы. Даже если в обозе вперемешку будет двигаться пехотное подразделение часть, то просто в силу этой мешанины офицеры могут не успеть подготовиться к атаке кавалерии. А тут напомню, что обозы к первой мировой войне стали по-настоящему большими и я об этом рассказывал еще вот в этом ролике, что число повозок и лошадей в расчете на тысячу солдат и офицеров постоянно росло из года в год и с десятилетия в десятилетие, достигнув порядка 50-60 повозок и 250-300 лошадей на тысячу человек начала 20 века. Это приводило к тому, что на дороге сразу же возрастала нагрузка и образовывались пробки. И вот сегодня я как раз и покажу один из вариантов атаки на подобный обоз. Ну, фактически покажу борьбу, как казаки атаковали обоз. В общем, место предстоящего действия находится примерно вот здесь, вокруг города Томашув или Томашув, я уж не знаю куда тут ударение ставить. Несколько ранее в окрестностях города Люблина австро-венгерские войска подверглись разгрому, и отчасти я об этом рассказывал вот в этом ролике, где показал пару эпизодов с применением артиллерии в районе населенных пунктов, что были расположены недалеко от Люблина. И как раз примерно в то же самое время, 27 августа 1914 года, австрийские войска оказались перед необходимостью отступить в Восточную Галицию, в том числе и из района Томашува. На общей карте боевых действий он находится вот здесь. Для преследования австрийских войск в направлении Томашув-Белжец-Рава-Русская-Перемышль, командование 5-й русской армии сформировало конный отряд под начальством генерал-майора Драгомирова, он же Абрам, из сводной кавалерийской дивизии. В ее состав вошли 2-я и 3-я отдельные кавалерийские бригады и бригада 1-й донской казачьей дивизии из 13-го и 15-го донских казачьих полков. И плюс была еще 7-я донская казачья батарея. Рано утром 27 августа генерал-майор Драгомиров вышел с этим отрядом в район юго-западнее города Томашув, сосредоточив его в резервной колонне под лесом, а батарею вывел тут же на позицию и начал обстреливать город. Одновременно с этим на высоты в 3-4 километрах с северо-восточнее города начали наступление части подходивших 5-го и 19-го армейских корпусов. Томашув оборонял сколоченный на скорую руку из всяких толовых команд и отступающих подразделений небольшой австрийский отряд. Целью его обороны был выигрыш времени для эвакуации из города, столпившихся там толовых учреждений, которые собирались сюда при успешном отступлении войск. Там были автомобили, легковые и грузовые обозы, излишняя артиллерия растаявших частей, повозки с боеприпасами, продовольствием и прочие-прочие-прочие телеги. Войсковое имущество в течение 26-27 августа в несколько рядов повозок вот непрерывной лентой следовало по шоссе Томашув, Белжец и далее в сторону Равы Русска и Перемышля. Разумеется, что отступление это происходило в спешке, организация его хромала на все четыре конечности и поток запрудил дорогу, ну на грани образования пробки. И это движение происходило всего в километре полтора восточнее мирного сосредоточения конного отряда генерала Драгомирова. Последнему несколько раз докладывалось об этом движении обозов младшими начальниками, но Драгомиров ничего не предпринимал, чтобы постараться захватить весь этот обоз, да еще и под страхом предания суду запретил младшим начальникам что-либо предпринимать в этом направлении, а сам занялся лично руководством стрельбой батареи по городу Томашеву и его окрестностям. Но у многих подчиненных в этот момент очень сильно чесалось и наконец уступая настойчивым просьбам командиров полков, командир бригады 1-й Донской казачьей бригады генерал-майор Поляков на свою ответственность и тайна от генерала Драгомирова разрешил таки командиру 15-го Донского полка произвести нападение на австрийские обозы на шоссе всего одной сотней, ну что собственно и было сделано. Прикрываясь рощей, казачья сотня подкралась и лавой обрушилась таки на это шоссе, в колонии обозов при виде несущихся на нее казаков, казаков, в общем там началась паника, началась рубка всевозможных тыловиков, обозников, чиновников, служащих гражданских и тыловых учреждений, но едва только удалось доскакать до обоза, как пришлось тут же разворачиваться назад, так как в это время на холме южнее появилась цепь небольшой команды с пулеметами, которая своим огнем начала энергично обстреливать сотню с дистанции примерно в километр. И казачья сотня, дабы не быть уничтоженной, естественно тут же развернулась и отошла обратно в рощу, потеряв при этом убитыми и ранеными командира сотни и 18 казаков, которые были подобраны на следующий день проходившими русскими крестьянами. К вечеру этого дня Тамашев был полностью захвачен частями 5-го армейского корпуса, которым досталась трофеями лишь небольшая часть оставшегося австрийского барахла и плюс незначительное число пленных, все же остальное ушло на юг в сторону Белжеца и Равы Русской с Перемышлем. Ну а дальше в описании этого эпизода все шишки были свалены на генерала Драгомирова, он же как написано в скобочках Абрам, что бы это не значило. Но мы разумеется не остановимся на том, что все произошло так как произошло, просто потому что Драгомиров был на самом деле Абрамом, ну что бы это опять же не значило. И что якобы намекает и многое объясняет. И разбирая произошедшее, первое что нужно отметить это самостоятельность инициативу подчиненных, перерастающую в самодеятельности от себя тяну. Как однажды было написано в одной книжке, название автора которой я точно не помню, но по-моему это был чуть ли не аквариум или рассказ о освободителе одного известного британского писателя-фантаста. В общем там было написано, что если ты сделал что-то правильное, достиг успеха в бою, выполнил боевую задачу, то это означает, что ты проявил разумную инициативу и самостоятельность и при этом все сделал как написано в уставе, творчески осмыслив его и не шаблонно подойдя к решению проблем. Молодец, получи благодарность от командования. А вот если ты облажался, то это значит, что ты проявил самонадеянность и от себя тянул, неверно оценил свои силы, пренебрег руководящими документами и уставом, который кровью написан, подошел к решению проблемы буквоецки и шаблонно, а значит проявил преступную халатность со всеми отсюда вытекающими. И вот тут имеет место нечто подобное, у подчиненных генерала Драгомирова буквально чесалось, и что отчасти понятно, потому что вроде как перед глазами обозы легкая и уязвимая цель. Но генерал категорически запретил атаковать колонну обозов и более того запретил это под страхом трибунала. И вот тут важнейший момент, как он это запретил? По идее, когда командир что-то приказывает или отдает распоряжение, он должен не только сказать, что нужно делать или не делать, но и хотя бы отчасти объяснить, почему это нужно делать или не делать. А если еще точнее, командир должен посвятить подчиненных офицеров в замысел, что мы тут вообще собираемся делать. И этот момент, к слову, действительно отражен в руководящих документах и уставах, ну по крайней мере тех, что мне попадались. Потому что если командир не посвятит подчиненных в свои хитроумные стратегические замыслы, то когда начнется бой, может получиться нехорошо. Как только обстановка изменится хотя бы незначительно, подчиненные офицеры просто не поймут, как надо действовать лучше в этих изменившихся условиях. Из эпизода же мы знаем только то, что Драгомиров запретил атаковать под страхом трибунала. Из чего можно сделать вывод, что подчиненные так достали генерала своими докладами об обозе и попытками оспорить этот приказ, что тот не выдержал и стал угрожать? Ещё раз вы, блять, мне скажите про эти ёбаные обозы, отдам под трибунал, понятно, блять? Ну, может быть это было, конечно, чуть более вежливо. И я сейчас, конечно, отчасти додумываю происходящее, но у меня тут только такое объяснение. И подозреваю, что Драгомиров не посвятил подчиненных в замысел происходящего, в обстановку. И что есть неправильно, командир должен был разъяснить, почему не надо атаковать. Но подчиненные не унимались. И тут уже вспоминаем, что речь тут идет о казачьих формированиях, а для них до известной степени было характерное нежелание следовать инструкциям уставам и слабая дисциплина, вплоть до нарушения приказов. И действительно, как тут не удержаться, когда тут большой караван идет? Его обязательно надо было ограбить. А раз не удается получить приказ от Драгомирова и вообще теперь к нему лучше не подходить, пускай дальше там стреляет из пушек, значит надо найти другого командира, что прикажет ограбить караван. Вышестоящий командир явно был недоступен, чтобы обращаться к нему через голову Драгомирова. Но есть командиры нежестоящие, которым в соответствии с суворовским принципом на месте видно лучше. И вот такой командир и нашелся. Генерал Поляков, командир бригады. Но, видимо, прекрасно понимая, что любые поползновения в сторону австрийского обоза будут восприняты Драгомировым довольно хреново, командир бригады принял странное половинчатое решение. Вроде как и атаковать, но при этом всего одной сотней. А с такими силами об успехе можно было и не думать. Как уже говорилось в прошлых роликах, успех подобных конных атак был напрямую связан, во-первых, с внезапностью нападения, и во-вторых, с тем, чтобы атаковать расстроенного, уставшего противника. И применительно к нашему эпизоду оба эти условия вроде бы соблюдаются. Тем более, что тут речь идет не о войсках, а про обозы с толовиками. Но есть еще весомое в третьих. Когда речь заходит о прямой конной атаке, нужно атаковать сразу большими силами. Постараться сразу всей бригадой затоптать противника. Как-то было рассказано в прошлом ролике. Либо же тогда не атаковать вовсе. А иначе будет истребление кавалерии. И, собственно, именно это отчасти и можно было наблюдать. Хватило наличия всего одного-двух боеготовых пулеметов у австрийцев, чтобы отбить атаку. И то с расстояния аж в километр. И тут есть несколько вариантов произошедшего. На фоне всей этой неопределенности с приказами, вполне возможно, что эта сотня, командир, который погиб, атаковала по собственной инициативе. А уже потом, когда стало ясно, что был упущен хороший шанс разгромить обоз противника, вышестоящие командиры постарались оправдаться перед еще более вышестоящим начальством, постаравшись оформить действие сотни как выполнение приказа. Ну вот фактически задним числом. Ну, типа мы пытались разгромить обоз, вот даже приказ отдали, но просто не получилось. Или же командиры просто стали футболить этот приказ друг от друга, не желая в случае чего нести ответственность. Ведь все-таки от Драгомирова прозвучали угрозы трибуналам. Или же другой вариант. Поляков попытался усидеть сразу на двух стульях. Вместо того, чтобы самому пригрозить трибуналам подчиненным, запретить всякие попознавения, он наоборот одобрил их действия, но при этом только одной сотней, чтобы в случае Шухера потом можно было сказать, что это просто была разведка, которая неумело подставилась под огонь австрийского пулемета. Ну, то есть, понимаете, тут есть варианты. И вы можете в комментариях сами написать, что вы об этом думаете, предложить свои варианты. Как надо было правильно грабить австрийский караван. В общем, жмите все, что видите, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, включайте колокольчик, репостите, все как всегда. А я пошел пилить часовой обзор на книгу. В общем, до скорого.